Доброго времени! С вами Ведогов. Сегодня я хотел поговорить с вами о таком важном вопросе, как обмен энергией. В первую очередь надо сказать, что самое ценное, что есть у человека, это его здоровье. И организм человека состоит из трёх основных составляющих. Это физического тела, энергетического душа и духовного духа составляющих. При лечении любого заболевания необходимо воздействовать на все его системы. Испокон веков среди целителей считалось, что все причины заболеваний связаны с нарушением духовного кона природы, а именно эмоциональными или поведенческими блокировками негатива. Поэтому целители и ищут взаимосвязь с заболеванием в причинно-следственной зависимости с событиями, происходящими с человеком накануне. То есть по-другому услышали, наверное, такое слово — карма. Мы поговорим об этом в отдельном видео. Это могут быть конфликты с людьми, недовольство, возмущение, ложь, зависть, обида, страх. То есть все деструктивные энергии, которые просто разрушают энергетику человека. Главная задача целителя или наставника — не заменить врача, а дополнить его труд, заставить организм человека почувствовать его анатомическую и энергетическую духовную целостность, способность к воспроизводству, способность борьбы с биологическими, физическими и общественными стрессами. Для этого необходимо знать не только причину заболевания, но и условия, в которых оно развивалось. По кону целитель не имеет права ставить диагноз, а может лишь определить состояние человека. Обещать полное излечение от болезни неэтично и неправильно со стороны целителя. Хотя в редких случаях возможно и такое. Следующие слова, которые я скажу, — это в первую очередь ежедневная практика для вас, соблюдая которую вы избежите многих проблем в жизни. Если некто ожидает, что получит что-то безоплатно, он становится кармическим должником человека, который предлагает или, скорее, чувствует себя обязанным отдать безоплатно. Поэтому будьте очень осторожны в этом отношении. На самом ли деле вы хотите быть кармическим должником других людей, ожидая или требуя чего-то безоплатно? Для того, чтобы не ухудшить карму, существует плата. Деньги — это всего лишь эквивалент труда. И чтобы что-то получить, надо научиться что-то отдавать. В действительности оплата больше необходима самому пациенту или ученику, нежели целителю или учителю. Ибо человек платит конкретную сумму за свое собственное здоровье или обучение, как бы добровольно отказываясь от части материальных благ. Если пациент делает это добровольно и от чистого сердца, то получается некий сдвиг в сознании пациента или ученика в сторону собственной духовной и душевной ипостаси. Чем больше человек потеряет в физическом плане, тем больше обретет в духовном. Есть такое изречение древних. И наоборот, если пациенту и ученику жаль платить денег за собственное здоровье и знания, то такому человеку не помогут и не только нетрадиционные методы лечения и знания, но и вся медицина в целом, включая даже хирургию и другое лечение. Отсюда следует следующее определение. То, что безоплатно дается, безоплатно и ценится. Между пациентом и целителем, учителем и учеником должен существовать взаимообмен. Каждый труд должен быть оплачен. Вот два основных ответа, которые нужно запомнить. Это касается всех духовных практик. И большинства жизненных ситуаций. На вопросы отвечает Рослав, мой духовный наставник. Вопрос. Не принимайте подношений и воздаяний за деяния, что сотворены вами при помощи дара богов. Ответ. Вся уникальность практики богиня жива в том, что мы выступаем только в роли проводника, посредника между тобой, пациентом и богиней. Мы не лечим, не исцеляем, а только просим. Если можно, богиня жива, сделать то или то, и всё. Всё делает или не делает богиня жива или её сила. Мы есть проводники или посредники. И всё. Знаний своих мы не практикуем, и поэтому заповедь бога-сварога не нарушаем. Это понятно? Эта заповедь касается тех людей, которые лечат, исцеляют своим умом и знанием. Мы берём деньги, во-первых. Мы потратили деньги за получение быть проводником, посредником богини жива. Заповедь не нарушаем, не лечим, не исцеляем. Все басни о том, что нельзя брать, это нечестно, обычно распространяют люди хитрованно, чтобы что-то получить, но не платить. Слушайте богиню живо, и всё будет хорошо. Процветание, Рослав. Второй вопрос. Рослав, здравие. Что мне сделать? Как я начала лечить родителей, стали по очереди болеть дети. Полечила чужого человека. Старший слёг сегодня с температурой под 40. Иногда у меня бывают странные мысли, как будто я их энергию беру, и с будущую, как бы, энергию потомков. Что я не так делаю? Как мне понять? Могу ли я с человеком трудиться или нет? Разрешили мне сверху или нет? С уважением, Заряна. Ответ. Заряна, добрый день. Хочу сказать тебе, что ты, по большому счёту, совсем не целитель. Ты только просишь богиню выполнить, сделать определённые действия, и всё. Остальное делает или не делает – это воля и желание богини живо. Запомни это. Для того, чтобы ты была всегда спокойной и защищённой, ты должна всегда выполнять два правила. К тебе должна быть просьба, кому ты делаешь сеанс, только от того, для кого просишь. Исключаются варианты, что кто-то для кого-то попросил, только требующий сеанса просит, и всё. Исключение. Дети до 7 лет – за них просят родители. От 7 до 12 лет – просят родители и ребёнок одновременно. От 12 и больше лет – просит только ребёнок. Это обязательное правило. Второе. Вопрос благодарности. Это совсем не простой вопрос. В мире существует конь обмена энергии, и мы тем более должны его выполнять. Поэтому за сеанс может быть оказана какая-либо услуга – постирать, выкопать огород, посмотреть за ребёнком и так далее. Но так как мы живём в материальном мире, всё сводим к деньгам, это нормально, и ничего плохого в этом нет. Деньги, которые тебе дают, можешь смело брать. Никогда не говори много пациенту. Сколько дали, столько и бери. С близкими родственниками, родителями, мы с ними в постоянной связи и обмене энергии. Родители дали тебе жизнь, оказывают внимание, заботу, дают, дарят что-либо. Поэтому мы с них ничего не берём. Исключения могут быть, когда без твоей просьбы тебе что-либо, даже близкие люди, дарят подарки, деньги. И ты берёшь. Если ты не просишь, а тебе дают, ты берёшь и благодаришь. Выполняя всегда эти простые два правила, ты всегда будешь защищена от многих проблем и неприятностей. И ещё. У тебя может быть нежелание проводить сеанс. Тебя попросили, а тебе не хочется делать. Нет желания, отторжения или ещё что-либо. В таком случае не проводи сеанс. И не будь инициатором целительства. Не навязывай и не заставляй. Желаю удачи. Расслав. Ученики, пациенты, сеансы, консультации, обучение, денежный вопрос. Первое, что хочется сказать, когда к духовному учителю обращается ученик, пациент, то уже идёт сеанс и происходят огромные сдвиги в данной ситуации или проблеме. Более подробнее можно прочитать, почему так происходит в практике «Живая судьба». Ссылочка будет дана к видео. Обучение учеников, сеансы лечения пациентов, консультации – это труд и единственный источник в этом материальном мире для учителя. А наиболее распространённой формой энергообмена в наше время является именно денежный эквивалент. Конечно, чисто теоретически вы можете отблагодарить наставника и иначе, например, продуктами или услугой. Однако надо помнить, что натуральный обмен остался в первобытном обществе. Вопрос оплаты следует обговаривать с наставником индивидуально. Ведь если за месяц труда целителя пациент предложит редкую, но совершенно ненужную учителю коллекцию марок, вряд ли это будет адекватной формой платы за его время и потраченные силы. У вас всегда есть выбор – ходить, например, на курсы английского или не ходить. Также и с сеансами, лечением, консультациями, обучением и саморазвитием. Приведу пример, который мне рассказал мой учитель. Как-то к нему пришел человек, чтобы проконсультироваться, как ему быть с ситуацией, которая у него сложилась на сегодняшний момент. Они поговорили. В конце разговора он спрашивает у моего учителя, сколько я вам должен за консультацию. Мой учитель ответил, сколько тебе идет, значит так и будет. Человек взял барсетку, которая была набита долларами, вытащил все пачки денег, положил на стол, попрощался и ушел. Мой учитель пребывал в маленьком шоке. Таких денег он не видел никогда в жизни. На следующий день звонит ему этот человек и говорит, что вы сделали такое, что у меня все так открылось. Появилось три долгосрочных крупных заказа. Я и не думал, что такое может быть. Вывод такой. Чем больше даешь, тем больше возвращается. Только одно. Но. Это должно быть от души, а не корости ради. Мол, дам больше, и мне дадут еще больше. Такой вариант не проходит. Следующий вопрос это размер благодарности. При оплате у человека должно возникнуть ощущение внутреннего комфорта. Если эта сумма неоправданно мала, то его зачастую начинает терзать совесть. У него появляется ощущение недовольства собой. Он зажимается, а его частота вибраций понижается и грубеется. Но если человек перечислит сумму больше комфортного уровня, то у него тоже появятся внутренние душевные переживания, что приведет к тем же результатам. Поэтому выберите предварительно цифру для оплаты, которая будет комфортной. Для этого спросите себя, сколько вы свободно и легко сможете отдать за сеанс, консультацию или другую услугу. Как правило, в голове сразу же возникает цифра. Или же просто называйте различные цифры, проверяя их на ощущения. Учитель всего лишь получает компенсацию только за свой труд. В любой другой отрасли считается само собой разумеющимся, что труд должен оплачиваться. И только на труд в эзотерической области смотрят по-другому. Рассмотрим гонорар наставник. Он, как и любой другой учитель, вложил много времени и денежных средств в свое образование. Кроме того, накопление приобретенного опыта и дальнейшего повышения квалификации тоже связано с финансовыми затратами. Участие в семинарах, на курсах и так далее. И вкладом времени. При посвящении ученика в практике живо учитель уделяет внимание, личное время и передает ему свои знания, весь свой опыт. Происходит совершенно естественный обмен энергии. Учитель дает свои знания, ученик дает энергию в какой-либо форме. Так как деньги — это концентрированная форма энергии, общеприменитый эквивалент, определяющий ценность при обмене услугами или товаром, то вполне естественно, что он получает деньги за свой труд. Ученик или клиент должен внести свою энергию для того, чтобы достичь достичь кармического равновесия, для того, чтобы создалась благоприятная возможность дальнейшего духовного развития. Энергия ученика, пациента находит свое выражение в его времени и частично в его материальных средствах. Задайте себе вопросы и ответьте на них честно. Если клиент примет сеанс безоплатно, будет он ценить его? Будет ли результат от безоплатных сеансов? Будут ли ценными знания для человека, который получил их безоплатно? Будет ли результат? Ну, теперь немножко высказывания мастеров прошлого об обмене энергии. Первое. Люди не ценят того, что им легко даются. Второе. Необходима жертва. Если вы ничем не жертвуете, вы ничего не приобретете. Третье. Люди готовы тратить сколько угодно денег на свои личные фантазии, но совершенно не ценят чужого труда. Четвертое. Человек не желает платить и прежде всего за самое важное, за его здоровье. Он надеется, что это придет к нему само собой. Пятое. Здоровье выгоднее выгод. Шестое. За все в жизни надо платить, и оплата должна быть пропорционально полученными. Желаю вам обретения знания жизни и мудрости запредельной. Слава богам и богиням нашим. Слава роду небесному нашему. Слава предкам в свете нашей. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова